Мейки 50 мм F1.2 Достаточно бюджетный, полнокадровый, мануальный портретный объектив. Насколько он хорош в сравнении с Sony 50 мм 1.2 G Master и Nikkor 50 мм 1.4? Посмотрим. Всем салют, друзья, меня зовут Олег Никитин. Начнем с того, на какие камеры мы сможем купить данный объектив. Это Sony E-Mount, Canon EF, Canon RF и Nikon Z-Mount. В качестве дисклеймера скажу, что компания Мейки прислала мне данный объектив на обзор, но это не спонсорское видео, поэтому здесь только мои честные впечатления и мнения о данном объективе. В комплекте у нас по традиции задняя и передняя крышки из достаточно дешевого пластика, также бленда, тоже пластиковая, но ничего страшного, зато сам объектив из металла целиком. Качество изготовления, сборки и материалов просто отличное. Здесь везде металл, очень мягкий ход обоих колец и диафрагмы и, соответственно, фокуса, но, к сожалению, у нас нет контактов с камерой, поэтому стадишот выставлять приходится вручную и, соответственно, EXIF информации у вас также не будет. Размеры и вес. Объектив не маленький, но он чуть легче, чем 50 мм 1.2 GM от Sony и весит Мейки 50 мм f1.2 620 граммов. У объектива 67 резьба под светофильтры, что очень меня радует, потому что это очень распространенная резьба и у вас, скорее всего, есть фильтры такого диаметра или больше, и через дешевые адаптеры можно все эти фильтры использовать. Итак, резкость и светосила. Посравниваем с Никор 50 мм 1.4 G и также с Sony G Master немножко. Не стоит забывать, что светосила измеряется у нас в F-стопах, а вот светопропускная способность в T-стопах, поэтому не стоит удивляться, что 1.2 на Мейке и 1.4, допустим, на Sony или на Никоре могут быть одинаковыми по яркости. F-стопы больше показывают именно глубину резкости, а вот T-стопы – светопропускную способность. С 1.2 резкость неплохая, но он чуть-чуть мягковат, если честно. И вплоть до 2.8 он улучшает свои показатели и на 2.8 уже становится очень резким. Но картинка никогда не становится по-настоящему резкой в углах кадра, то есть только середина начинает получать истинную детализацию и резкость, а углы всегда остаются мягковатыми. По резкости на F1.2 Мейкеп такой же резкий, как и Никор на 1.4, а на 1.4 он резче, чем Никор. Так что делайте выводы сами, Никор, конечно, староватый и не самый лучший, наверное, объектив для сравнения, но зато наглядно. Сравнение с полтинником G-Master чуть позже. И также в этом разделе нам нужно поговорить про дисторсию и про виньетирование. У объектива довольно сильная бочкообразная дисторсия, как вы можете видеть по прямым линиям в кадре. И также присутствует довольно сильное виньетирование вплоть до F2.2.8. Дисторсию я рекомендую на постпродакшене все-таки поправить, это можно сделать и в фото, и в видео, или быть просто аккуратнее с прямыми линиями в кадре. Допустим, на G-Master виньетка тоже присутствует до F2 примерно, и она достаточно сильная, но дисторсии практически нет. И в сравнении с Sony 50 мм 1.2 G-Master я могу сказать, что G-Master практически не имеет хроматических аберраций, а у Мекки это проблема, и мы о ней сейчас поговорим. Также у G-Master отличная резкость прямо начиная с 1.2. Если вам абсолютно точно нужно самое чистое изображение и самое резкое, и если вы готовы заплатить в 6 раз больше за G-Master, то в принципе берите его. Но если вы ищете именно объектив с характером полтинника 1.2, то есть это такой кремообразный мечтательный лук, можно так его назвать, то Мекки даст вам такие результаты, или очень-очень близкие и похожие, если вы используете его правильно. Кстати, полный обзор на полтинник 1.2 G-Master, почему-то тоже я его снимал в Питере, в общем все полтинники 1.2 я тестил в Питере. Ссылочка на это видео есть в описании к ролику. Рисунок и боке. Здесь у нас 10-ти лепестковая диафрагма, и в принципе по рисунку у меня вопросов нет. Действительно очень приятный, интересный, можно даже сказать специфический рисунок, но мне он нравится. Что касается боке, то оно действительно тоже кремообразное, мягкое и так далее, но вот к краям кадра у нас есть небольшие в форме кошачьего глаза такие изменения. Но в целом, когда мы даже закрываем диафрагму, именно круглая форма бокешек остается довольно долго у нас в кадре. Ну вот сами посмотрите, у меня вопросов и нареканий по боке нет. Следующий момент это Focus Breathing, то есть это изменение масштаба картинки при фокусировании. Здесь у нас результат достаточно средний, он не идеален, но и не отвратителен, неплох. Так что я думаю, что большой проблемой это не будет только если вы не делаете фокусировку от минимальной дистанции фокусировки до бесконечности в одном кадре. И говоря про фокусировку, ручная фокусировка для видео в принципе достаточно неплохая, но ход кольца фокусировки около 90-100 градусов. Это не так много, хотелось бы чуть-чуть побольше, не так просто попадать в фокус руками еще и с такой глубиной резкости, поэтому лучше использовать на камерный монитор. Теперь засветы. Здесь у нас, скажем так, есть и плюс и минус. Минус заключается в том, что достаточно сильные засветы, особенно если под экстремальным углом попадают в кадр источник света, жесткий например солнце или вот как в данном случае Dada Light. И у нас получается такая радугообразная засветка, не очень красивая, но хотя может кому-то и понравится. С точки зрения засветов показатели ниже среднего я бы сказал, но это можно использовать в качестве креативного инструмента. То есть мы можем специально хотеть, чтобы у нас были такие засветы в кадре, чтобы они были разноцветные, такие желто-оранжевые, очень крупные. В общем, если вам такое нравится, то данный объектив вам подойдет. Теперь одна из самых слабых сторон данного объектива это хроматические аберрации. Как вы можете видеть, до и после точки фокусировки у нас есть на краях контрастных объектов такие полосы. Это фиолетовые и зеленые. Это и есть хроматические аберрации. И они очень сильно видны вплоть до диафрагмы f1.8, f2. Но потом они достаточно легко убираются и на 1.8 их уже заметно гораздо меньше. Поэтому если вы снимаете что-то контрастное, например ветки на фоне неба, то лучше все-таки подзакрыться хотя бы до f2. И финальный это минимальная дистанция фокусировки, это 60 сантиметров. В целом это достаточно далеко, но терпимо. У того же G-Master или полтинника 55 мм f1.8 соньковского минимальная дистанция фокусировки тоже не супер классная. Поэтому я считаю, что этот показатель нормальный. Если хотите фокусироваться ближе, макрокольца вам в помощь. Стоимость. Стоит он 350 долларов, это у нас в 6 практически раз меньше, чем G-Master. И я думаю, что за такую разницу в стоимости это очень интересный выбор. У этого объектива точно есть характер, настроение. И мне очень понравилось с ним снимать. Он придает вашей картинке какую-то новизну что ли. И если вы грамотно работаете с его слабыми сторонами, такими как засветы, само собой, и хроматические аберрации. То есть когда нужно чуть-чуть прикрываете его и не снимаете против солнца, например, чтобы не ловить засветы. Или если вы снимаете так, чтобы специально ловить засветы, и вы знаете сильные и слабые стороны этого объектива. То я думаю, что вы можете получить просто шикарные кадры на этот объектив. И конечно визуально эти кадры будут отличаться от того, что вы можете снять на какой-нибудь 24-70. Ну что друзья, пожалуйста, поделитесь в комментариях, как вам данный объектив, что вы о нем думаете. Вообще реально ли пользоваться полтинником 1.2 с ручной фокусировкой. В общем все мысли в комментарии. Если вам понравился данный ролик, нажмите пожалуйста лайк, подписку и колокольчик. Я это очень ценю. Меня зовут Олег Никитин. Всего доброго. Берегите себя. Пока.